Неподалеку от краевого дендрария свидетель дорожной аварии начал преследование нетрезвого шофера на Тойоте Чайзер. Внимание к себе лихач привлек после того, как, не справившись с управлением, протаранил дорожное ограждение и едва не столкнулся с внедорожником. Водитель джипа предпочел держаться подальше от неадекватного шофера, а вот очевидец решил позвонить полицейским. Мужчина следил за иномаркой, а путь исследования Тойота он рассказывал дежурному ГИБДД по телефону. Это съемка уже другого регистратора, установленного в машине экипажа ДПС. Назвать происходящее погоней можно едва ли. Нарушитель неспешно кружит по дворам, несколько спецмашин следуют за ним. Полицейские настигают Тойоту в узком проулке и бросаются к водителю. Шоферу Чайзера удается уехать, погоня продолжается. Вторая попытка остановить горожанина происходит на пересечении улиц Оборонной и Волочаевской. Полицейских снова ждет неудача. Еще одна запись, уже с регистратора в машине автолюбителя, ставшего случайным участником аварии. Передо мной автомобиль ехал. Экипажи начали за ним погоню, как я понял. Начали его прижимать, его зажали. И он неожиданно начал движение задним пором, когда я уже остановился за ним. Водитель как бы вышел из машины, был пьяный. То есть, вот точнее, его достали, струнники. То есть, на ногах он еле стоял. Догадки о нетрезвости водителя для Чайзера подтвердились. Мужчина был пьян. Это не единственная его провинность перед законом. Автомобиль, на котором передвигался задержанный, находится в розыске. Накануне его водитель покинул место ДТП. Прав нарушитель лишен. В иномарке был и хозяин, вот только о погоне он ничего не знал. Все это время мужчина спал на заднем сидении. Он не знал, что погоня, потому что он проснулся, говорит, где вообще, откуда я. То есть, мы вроде дома сидели, выпивали, а сейчас мы как-то тут оказались. Владелец поврежденного автомобиля даже назвал сумму ущерба. 44 тысячи рублей. Не так давно он ремонтировал свою машину, менял бампер и решетку радиатора. Именно эти детали кузова ему придется покупать заново. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Соколова и Павел Рогатин.